приветствуем вас на канале раиса горяченко дача сад огород цветы доброе прекрасное утро выходной и сегодня можно немножко с утра заняться так называемым релаксом и нам поможет это сделать вот это прекрасное насекомое только посмотрите буквально вчера я это насекомое встретила на своем цветнике сейчас вот очень много зеленых есть у нас таких насекомых а вот это впервые такое в белоснежных крыльях словно в белоснежном платьице это очень красивые насекомые и я вижу как они уплетают кто-то муху поймал кто-то тлю вычищает из хризантем особенно им нравятся хризантемы мультифлоры они туда забираются из наверху самих веточек собирают тлю собирают вредителей очищают и такие симпатичные очень красивые и что же это за красота такая а эта красота которая помогает нам организовать своеобразный баланс симбиоз природе потому что все природе взаимосвязано каждый участник этой игры выполняет свою задачу и вот это насекомое которое называется да вы все знаете это богомол так вот богомол прекрасно справляется с различными вредителями огорода и особенно вот он работает хорошо в августе месяце что же это за такое насекомое богомол это такое научное название вернее научное название богомол обыкновенный везде он прописывается а вот исследователь животных кар линей называл это насекомое от него кстати и пошла вот это такое название так вот карл линей называл мантис религиоза мантис с греческого переводится как пророк тот кто мантии а второе вот латынь религиозный религиоза получается религиозный пророк почему же так его называют вот этого прекрасного насекомого а оказывается потому что наблюдали долго за ним и вот когда я тоже наблюдаю вот когда богомол сидит неподвижно он поднимает лапки и складывает их так словно он находится в молитве но так обычно человек молится и вот такое состояние такие движения делает богомол вот и отсюда и пошло название так вот карл линей дал такое название этому насекомому но в движении богомол вот этими передними лапками очень быстро хватает добычу и поедает ее но поедает медленно и вот казалось бы тишина никакого движения и потом резко раз и муха летела она даже не догадывалась что она станет завтраком вот этого насекомого ну а добычей может быть не только мухи осы различные тли вот он они у нас очень любят тли ну и пчелы попадают бабочки если сели бабочки на хризантеме они только остаются от них крылышки ну и другие вредители сада и огорода все это идет для питания вот этого насекомого биопрепарат своеобразный биоинсектицид только вот такой еще и красивый передние лапки вот эти у богомолов это словно ловушка для насекомых на внутренней части лапок есть острые зазубринки которые цепко удерживают добычу и вот чтобы его взять в руки я беру за спинку и перекладываю его с растения на растение если он на сорняке я его на растение перекладываю главное не трогать его лапки там такие зазубринки но неприятно что вот он может чуть-чуть царапнуть вот этими лапками так что пожалуйста не трогайте не беспокойте богомолов они заняты своим делом и для этого дела у них есть очень важная такая функция это практически единственная отсекомая которая может поворачивать голову назад резко может повернуть резко поймать все что летит и не ожидает что может потому что богомолы очень красиво скрываются они всегда имеют цвет того растения зеленый вот основном у нас зеленый на зеленом сидят и не догадаются муха или пчела и мотылек что вот такая ожидает его ловушка если зазевается какой-нибудь насекомое вредитель то богомол тут как тут все это уже из его этих лапок никто не выберется он молниеносно хватает добычу в свои лапы и ловушку и затем медленно со смаком их съедает я наблюдала как-то когда один из богомолов ел муху но не было тогда возможности не фотоаппарата не телефона рядышком но очень так это красиво смачно съел муху и дальше в том же положении в молитвы ждет очередной сейчас очень интересное и ответственное время для богомолов у них период спаривания вот самец своим танцем всегда старается обратить внимание с любой самки ну красивые самки я смотрю они у нас есть и вот самец танцует перед дней он исполняет перед самкой своеобразный танец но после этого как раз получается после оплодотворения заканчивается часто вот этот процесс гибелью самца но по исследованиям последним исследованием самцы тоже научились уже после этого процесса исчезать с глаз самки и не все погибают проценту 50 конечно остается добычей самки почему так происходит специалисты объясняют большая потребность в белке для формирования яиц заставляет самку съедать даже самца иногда самка после спаривания откусывает самцу голову и остается без головы такое насекомое не очень приятного вида а чаще она его съедает полностью вот такая информация есть не видела чтобы такие случаи у нас были в огороде у нас все целые остается после этого яйца самка откладывает в особые капсулы она их создает сама из белкового застывшего вещества зачем ей нужен самец ну и другие белковые различные существа для того чтобы вот этот белок создать и вот этот белок застывает и вот эти домики своеобразные которые называются оотеки но вот это научное название и вот в этих домиках оотеках для яиц самка откладывает от десяти до четыреста яиц она так красиво их откладывает рядочками домик для будущих детей оотека очень прочный и выдерживает даже морозы почему потому что в следующем году уже будет выход молодняка но это целый интересный процесс такой как-то я видела эту оотеку белый такой красивый домик маленький объяснить можно прямоугольничек такой красиво сделано все но я не знала что это здесь оставлены яйца именно богомолов а в некоторых странах кстати богомолов специально выращивают для фермеров чтобы при выращивании сельскохозяйственной продукции фермеры пользовались по с помощью вот этих природных помощников инсектициды я их называю ходячие био инсектициды для борьбы с вредителями сейчас очень популярно выращивание экологически чистой продукции особенно в теплых странах там не используется химия там и птицы и круглый год все везде живое все летает все движется и там нельзя использовать химию по крайней мере еще не делают там сельхозпроизводители вот такие как у нас уничтожение экологического вот этого было сбалансированного пространства и кстати еще одна информация очень важно на нашей планете живут около 3000 по данным специалистов 2850 разновидностей этих уникальных насекомых и я даже видела где-то видела там большие в теплых странах они где-то 12-15 сантиметров длина этих богомолов они легко справляются с различными млекопитающими ловят мышей змей и тому подобных прекрасно все съедают наминают только так но вот представители некоторых видов их осталось совсем мало богомолов очень красивые разные расцветки у них и вот поэтому сейчас богомолы уже занесены в красную книгу и требуют защиты требуют охраны и это очень правильно потому что действительно сейчас восстанавливается на земле земля проснулась новая реальность где все будет сбалансировано каждый будет выполнять свою роль и не нужно будет химичить не нужно будет уничтожать что-то вот это все сбалансировано будет работать каждый каждый участник вот этого биопространства биокруга здесь каждый выполняет свою роль и таким образом раз фермеры различных стран уже пользуются этой возможностью и есть фермы такие где производят вот эти яйца богомолов и сами богомолы выращиваются как инкубаторы своеобразные созданы для того чтобы на фермерских полях выпустить вот этих насекомых и получить сразу же возможность без обработок получать экологически чистые сельхозпродукты вот такая сегодня воскресная тема нам очень понравилось количество богомолов которые у нас все больше и больше появляются и это радует потому что это говорит о том что и птиц много и различных насекомых и вот сейчас должно быть все наконец-то сбалансировано все вот то что человек разбалансировал вот это постепенно будет превращаться в гармоничное вот такое гармоничное соседство в котором каждый будет выполнять свою роль и не будет никто никакой пользоваться ну к этому мы идем иначе просто с химией у нас просто путь никуда вот такая тема и я сегодня специально ее с утра освещаю и делюсь с вами различной информацией в интернете очень много информации о том что это такое страшное насекомое что оно может детей покусать не трогайте никто никто не трогает того кто рядышком занимается своим делом каждый занят своим делом не надо их ловить не надо их уничтожать не надо их давить дайте возможность чтобы они занимались своим делом а вы занимаетесь своим делом наблюдаете вот эту красоту потому что это действительно божественное создание и это красиво и это стоит беречь для того чтобы эта красота в нас окружала всегда раиса горяченко александр волик сняли для вас эти красивые кадры богомолов которые у нас находятся и на хризантемах и появляются вот и на цветочки наших и устом запрыгнули но вот они везде и всюду сейчас есть и это очень приятно и очень хорошо что они прилетели где-то они взялись и они теперь живут у нас в нашем саду на нашем огороде берегите пожалуйста потому что неспроста богомолы занесены в красную книгу всем всем здравия всем гармонии баланса и приятных эмоций при встрече с этими различными представителями природы будьте все здоровы еще раз до новых встреч на нашем канале пока пока пока